Доброго утра всем, кто сейчас с нами на одной волне, 106.9FM, Большое радио. В эфире программа «Точка зрения», в прямом эфире, и это первая «Точка зрения» в 2024 году. Я представляю сегодня гостя в студии, заместитель начальника управления Росгвардии по Мурманской области, по военно-политической работе, полковник Сергей Георгиевич Филиппов. Доброго. Доброе утро. Ну, а проведу этот выпуск я, Худовская Анна, за пультом сбоку режиссера, обеспечит эфир Роман Мурачев. В последние годы вырос уровень популярности профессии офицера, и с наступлением вот уже буквально через несколько месяцев выпускных экзаменов и военный институт, и комиссариаты начнут проводить отбор кандидатов для поступления. Как и другие ведомства, Росгвардия имеет свои учебные заведения. Вот об условиях поступления, подготовке будущих кадров поговорим мы с вами сегодня в эфире. Надо сказать, что в этом году, в 2024 году, исполняется 8 лет со дня образования Росгвардии. Казалось бы, да, вот уже такой приличный, получается, временной отрезок, как образовалась Росгвардия. Актуален ли на данный момент, насколько точнее актуален на данный момент вопрос подготовки кадров? — Подготовка кадров — это постоянная и целенаправленная работа, поэтому это всегда актуально. Ведь многие офицеры увольняются и в запас по окончанию контракта, либо там по предельному возрасту, поэтому освобождаются места. — Ну, то есть идет вот этот процесс, да? — Идет плановая, да, жизнь идет, кажется, вперед, на месте не стоит. — И необходимо обновление. — Поэтому необходимо обновление, подготовка молодых специалистов, передача преемственности, передача опыта. Поэтому, конечно, это работа постоянная, ежегодная, целенаправленная. — То есть актуальность вопроса есть, и вот подготовкой кадров планомерно занимаетесь. Есть институты, которые осуществляют в данном направлении образовательную деятельность. Какие на данный момент у нас учебные заведения готовят как раз кадры для пополнения в Росгвардию? — Да, Федеральная служба войск национальной гвардии достаточно самостоятельная и, скажем так, полноценная структура, которая имеет свои учебные заведения. Всего в Росгвардии четыре военных института. Ближайший для нашего города области — это Санкт-Петербургский военный институт войск национальной гвардии. Затем у нас идет Саратовский институт войск национальной гвардии, Пермский институт войск национальной гвардии и Новосибирский институт войск национальной гвардии. То есть эти четыре основные института Четыре основные института Обращаю внимание, что среди четырех городов нет город-героя Москва Что, наверное, в перспективе планируется Никогда не было в Москве именно институтов войск национальной гвардии Но офицеры, закончившие институты В последующем прослужившие определенное время, достигнув определенных должностей Имеет возможность поступать в военные вузы В высшие, скажем, военные вузы В Министерство обороны Там имеются наши факультеты Но это больше касается уже офицерского состава И дальнейших, высших званий Новая переподготовка, да Следующий, скажем, уровень, да? Следующий уровень, да Сегодня мы говорим именно об институтах для молодых людей Для юношей, которые после окончания школы, техникума Училища могут сделать выбор в пользу военной службы В разговоре Говорим, так скажем, про первую ступень Да Ну что же, Санкт-Петербург, Саратов, Пермь и Новосибирск Вот четыре города, четыре, соответственно, учебных заведения Хватает на данный момент, вот если анализировать Смотреть, да, выпуски И, соответственно, запрос вот К вопросу конкурса на место Достаточно ли кадров, чтобы обеспечить Росгвардию? Это первый вопрос А второй, реально ли поступить Выпускнику школы вот в такого рода военный вуз Росгвардии? Сколько человек на место, вот если смотреть, там, ну, скажем, за последние несколько лет? Ну, на самом деле, конечно, общественно-политическая обстановка в стране, вокруг нас, да, она сыграла определенную роль Вот И раньше, скажем, конкурс был намного выше Но, несмотря на это, конкурс сохраняется Раньше был выше? Выше, да, раньше был выше Ну, тут надо, если так говорить, понятно, что более-менее мирное время, да И родители, может быть, в данный момент как-то опасаются Может быть, вот это личные такие амбиции, да, семейные Субъективно, так скажем, да Но в то же время Та же обстановка, она показала, что Какова роль защитника Отечества Вот как она востребованного И важна И важна, и необходима Поэтому Конкурс все равно сохраняется Поступить? Ну, конечно, поступить, это Есть определенный ряд требований Да, мы, кстати, сейчас подробнее об этом поговорим Ну, а вот первая часть моего вопроса Относительно того, что Достаточно ли укомплектован Вот у вас кадровый голод Если говорить, ну, применительно к нашей Мурманской области, да, к нашему региону Вот достаточно специалистов выпускается? Или все-таки С учетом того, что есть вот эти опасения, да И та тенденция, про которую вы сейчас сказали То Желательно, чтобы этих ребят, выпускников было больше? Существует определенный, скажем так, уровень набора В институтах он поддерживается И, скажем так, планка, она не снижается Поэтому задача для руководства институтов Набрать столько, сколько нужно То есть ставят цели, да? Да Добирают Естественно, уже кадровые органы Центральный аппарат, они смотрят Где нехватка есть младшего офицерского состава И это уже потом влияет при распределении выпускников Скажем так Вот То, что касается Мурманской области И управления, и воинских частей, которые Дислоцируются Росгвардии То Специалистов младшего офицерского состава В среднем, в принципе, у нас укомплектовано все Достаточно Хорошо По офицерам проблем нет Тогда Перейдем к Может быть, кто-то, да Уже определился со своим выбором И, в принципе, не так много времени осталось До начала уже вот пробных ЕГЭ, да Вступительных В перспективе уже экзаменов Вот простой выпускник Обычной школы Или гимназии, скажем, да Вот Лицея Поступить в военный Вуз Росгвардии Решил И как И когда обычно происходит набор В институты И Насколько заранее этим вопросом Надо озадачиваться Вот Скажем, у нас 10-11 класс Повсеместно Неважно, это простая ли Обычная школа Общеобразовательная Или, допустим, это какие-то Лицеи, опять же, да Или гимназии Но у нас профильное образование То есть это Или социально-гуманитарная Доправленность Или техническая, да История, там Литература Английский И так далее Вот После девятого класса Уже надо этот вопрос Прорабатывать Родителям Ну и будущим Абитуриентам Ну после девятого класса Я думаю Рановато Прорабатывать именно Вопросы Потому что Уровень образования Дальше будем говорить Должен быть не менее Одиннадцати классов Я имею в виду Как раз Выбрать направление В школе Вот этот маме Слушайте, ну Если говорить о своем Вот опыте Я с детства хотел быть военным Понимаете Кто-то Это подлияет На каких-то других факторов Вот Фильмы патриотические Посмотрел Пообщался с участниками Боевых действий Участниками СВО И сказал Нет, все Я инженером не буду А пойду служить Это же Может в том числе Как и Уже Целенаправленное С детства Настрой На военную службу Может быть Это вот Дети военных Опять так же Преемственность Преемственность Поколения Может быть Не тот же Род войск А может быть С Минобороны В Росгвардию Пойдет Там уже Ребенок Учиться Ну вот у нас Есть школы В Мурманске В том числе Такие Кадетские школы Или школы Где есть Кадетские классы Вот эти Средние Школы Профильные Скажем так В перспективу Следует Именно их Выбирать Или можно В принципе Остаться И в обычной Школе Где Ну скажем Выбрать там Профиль Можно Их Кадетских Школ У нас У нас В Сироморске Есть Кадетские Классы Они как правило Профильные Это Какие-то Силовые структуры Их ведут Их Единицы Поэтому если Говорить Только про Кадетские Классы Это неправильно Будет Это касается Всех Учащихся Всех Школ В том числе И те же Кадетские Целенаправленные Классы Какой-то Службы Силовой Или Вооруженных Сил Мы туда Также Приходим И объясняем Что у них Имеется Возможность Поступить Не только По профильному МЧС Минобороны Какие-то Классы Но Есть возможность Поступить В Росгвардию Это тоже Военная служба Это тоже Служение Отечеству Поэтому нет Данная работа Она И данная Распространяется Для всех Для всех Ребят Школьников И в том числе Вопустников Училищ Технику Ну то есть в принципе В принципе В дальнейшем Ну скажем Планируя свое Высшее образование И связанное С силовыми Структурами И в частности С работой В Росгвардии Конечно Надо К этому Идти Ну не в 11 классе Принимать решение Я правильно понимаю Все-таки Это серьезная история С подготовкой Определенной В том числе И физической Да Ну это мы же поговорим О требованиях Можно поговорить Да Кандидатов Вот проходит набор Уровень образования И физической подготовки Определенные требования У кандидатов Есть Вот что надо Какой уровень Если вот в общем По нормативам По требованиям Посмотреть Общее требование К кандидатам Я доведу Угу Во-первых Это только граждане Российской Федерации Должны Так Угу По возрастам Возраст определяется По состоянию На 1 августа Приема В военный институт Граждане Не проходившие Войную службу От 16 До 22 лет Угу Граждане Прошедшие Военную службу И военнослужащие Проходящие Военную службу По призыву До 24 лет Могут поступать Военнослужащие Проходящие Военную службу По контракту Кроме офицеров Угу До 27 лет 27 Угу По образованию Среднее Общее образование 11 классов Прием проводится На основании Результатов Единого государственного Экзамена Ну какие виды Экзаменов Я могу Потом Довести Среднепрофессиональное Образование Прием проводится По результатам Вступительных Испытаний Формы И перечень Которых Определяется Военным институтом Это если вот После Школу закончил Пошел в училище И тут Надумал Что Пойду-ка я Служить Тем более В Росгвардии Специалисты Нужны в том числе Тоже разного профиля И технари Как говорится И инженеры И инженеры И гуманитарная Составляющая Есть работа Воспитательная Психологическая Работа Закончив Среднепрофессиональное Образование Можно Возраст позволяет Поступить И Я Тому сам Живой пример Мое первое Образование Техническое Инженер Механики По образованию Закончил Алтайский Устаростный университет А потом Решили Перепрофилироваться По призыву Пошел по контракту И потом В дальнейшем Уже получил Офицерские звания По состоянию здоровья Категория А годен К военной службе И категория Б годен К военной службе С незначительными Ограничениями Это определяет Военно-врачебная комиссия Военкомата По уровню Физической подготовки Оценится По результатам Выполнения Трех упражнений По одному На каждое Физическое качество Сила Это подтягивание На перекладне Быстрота Это бег На 100 метров Выносливость Бег На 3 километра У нас Уже давно Введены Введены Нормы ГТО Вы все это знаете Да Трехступенчатые И вот Для молодых Людей Для юношей Выполнение Этих норм На Серебряный И тем более На золотой значок Позволяет Как раз Попасть в эти нормативы При сдаче Вступительных экзаменов Ну Если говорить Про физическую Составлять Что мне кажется Это еще Из советского Времени Да В принципе Данное требование Оно Особо не видоизменилось Также подтягивание Также да Спринтерская История Сила Быстрота Выносливость И выносливость Да Это основные принципы Да Имеет категория Имеет категория Профпригодности Не ниже Третьим Тоже Как правило Это В военкоматах Проводится Это Тестирование Молодых людей Беседа Потому что Помимо Силы Физической Надо иметь еще Крепкое Психическое Здоровье Психоэмоциональное Да Психоэмоциональное В экстремальные Такие ситуации Погружать Это все Со временем Приходит Становление Развитие Этих качеств То есть Это возможно Ну профессионалы Определяют Да Вот как раз По разработанным Додуманным Тестированию Да И беседам Индивидуальным По которой Индивидуальная Беседа Правильная В том числе Военно-врачебная Комиссия Психиатр Там Я думаю Что специалисты Да Уж в этом плане Четко Понимают И видят Вот Ну и Вы спросили До какого Это времени Все Вот Есть алгоритм Предварительного Отбора Написание Рапорта Заявления Те кто Допустим Проходит Сейчас службу Призыву Ребята Или по контракту Как я сказал У них до 1 марта Это осуществляется До 1 марта Да А вот Гражданские Лица Им до 1 апреля Надо написать рапорт Прийти в военкомат До этого Определиться В вуз Какой они хотят поступать Министерство обороны Росгвардию И Предварительно Опять же Обратившись Либо к нам в управление Либо в воинскую часть Потому что нам ставится Такое задание На отбор кандидатов С этими кандидатами Мы работаем И готовы работать Ну это вот До 1 апреля Это гражданам Да Затем Дается список документов Какие необходимо Собирать И мы Эти кандидатов Которые допустим Приходят к нам Мы ведем До самого Момента Отправки Скажем Для поступления Непосредственно Непосредственно И чтобы человек Юноша приехал Уже поступать С полным Правильно оформленным Делом абитуриента Скажем так Папкой Папкой да Но она уже будет там Да Вот А что касается Вот Профильных именно экзаменов Успеть поговорить Об этом Информация Именно О тех экзаменах На которые Надо обратить внимание При сдаче ЕГЭ Это Сайт вузов Конкретно И смотреть информацию Там Или есть какой-то Общий профиль Требований Ну допустим Там да Сразу приходит на ум Это что это Общество знания Да Это дисциплина История Опять же Вот В этом плане Где нам Черпать И может быть Уже сейчас Можно посмотреть Какую-то информацию На интернет сайтах Конкретного вуза Росгвардии Чтобы готовиться К вступительным экзаменам Да И И И Имеются У каждого института Свои сайты Вот у меня с собой Здесь есть Памятка Да И с QR-кодом А Собственно Перейти можно Да Есть QR-коды И тут Написан Телефон И телефоны для справа Показаны Там все это написано Ну на примере Допустим Саратовского Военного ордена Жукова Краснознаменного института Войска национальной гвардии Вступительные испытания Состоящие из оценки Уровня общеобразовательной Подготовленности Кандидата По результатам ЕГЭ Русский язык История Общества знаний Ну вот Для примера Да Основная Это основные Предметы Вот Пермский Военный институт Математика Профильная Русский язык Это Значит там техническая Составляющая Да Технический Факультет Техническое Обеспечение Сейчас Открылась Новые Факультеты В Санкт-Петербурге Открылся Новый Факультет Артиллерийский И в Пермском Институте Тоже есть Факультет Артиллерийского Вооружения Смотрим Что там Тоже Математика Русский язык Вот То есть В общем Можно выбрать Как гуманитарию Да Так и Да К склонному К точным наукам Точным наукам Да Ну к примеру Еще вот Факультет Инженерное Обеспечение Минимальное Минимальное количество Баллов По результатам Единых Государственных Экзаменов Дополнительных Вступительных Экзаменов Необходимых Для поступления В военный институт В целом По русскому языку 36 баллов По математике Профильной 27 баллов По физике 36 Биология 36 Химия 36 Ну в общем То есть Общий образовательный Предмет Есть ЕГЭ Это профильный Получается Но Будут смотреть Вот На остальное Что в эти стати Что есть Да Закончил А если говорить О Скажем Каких-либо Преградах Которые Могут Негативно Сыграть При поступлении Как раз На обучение В военные Вузы Проверяют Наверняка Кандидатов На предмет Возможных Судимостей Каких-то Может быть Других Скажем Да Проблем Взаимоотношения С законом Вот Здесь Что может Помешать Ну Практически Полностью Озвучили Естественно Будут проверяться По Базам МВД Не было Брисудимости Круг Каких-то Серьезных Административных Правонарушений Административные Тоже Да История Люди Там В ПД На учете Не состоит Там Молодой Человек Да Это тоже Влияет Сильно Вот Но опять же По здоровью Не надо Ну Чтобы инвалидности Не было Естественно У человека Да Каких-то Аномальных Заболеваний Тяжелых А сколько Длится обучение Пять лет Пять лет А вот Данная история Засчитывается ли Как Стаж военной службы То есть человек Молодой человек Выпустивший Получив звание Офицера У него уже По сути дела Пять лет Выслуги Военной Но надо понимать Тоже можно Говорить Такой момент Что Раньше Немножко Несколько лет Назад Скажем так Злоупотребляли Этим Некоторые Молодые люди Отучившись Все таки Учиться Это Может быть Легче Или Для кого-то Так кажется Что легче Чем пойти По призыву Отслужить Допустим Два года Раньше Потом полтора Год Вот Тем более Там Стипендия Неплохая На самом деле Полное Государственное Обеспечение Бронирование Питание Лечение Проживание Вот И Многие Отслужив Отучившись Там Допустим Какой-то Период Который Перекрывает Время По призыву Начинали увольняться Либо после Института Опережайте Мой вопрос Если Были ли такие Примеры Да После института Допустим Я не буду дальше Проделять контракт Так вот Теперь Мера Скажем так Воздействия Финансовая Они должны вернуть Всю стоимость Обучения Раз И Не стучено Что они будут Призваны Все-таки Потом На военную службу Призваны Чтобы не было Вот этих Хитрецов То есть Вот здесь Такое Регулирование Я считаю Это справедливо Потому что Военнослужба Это Ее надо К выбору Ее надо Подходить Ответственно И это Не то что Знаете Как Какие-то Творческие Или другие Специальности Которые Знаете Сейчас я Это попробую Через год Там Это Ну понятно Здесь не должно Быть случайных Людей Строить Разносторонний Человек Такого Военная служба Это не такая Это вот выбрал И ты должен Отслужить Ну минимум Хотя бы даже Тот Срок службы Который позволит Тебе на пенсию Выйти Это 20 лет Допустим Выслуги Календарные И льготные Либо уже До конца Возможного Срока Службы Служить Служить То есть Здесь не должно Быть случайных Людей И это надо Понимать Осознавать Это вот В голове Все прокручивать Естественно Молодому человеку В этом должны Помощь Прежде всего Родители Да Только хотел сказать Что о том Чтобы К этому выбору Прийти Здесь очень Большая Ответственность И работа Лежит на плечах Родителей И пап В частности Потому что Речь идет о Мальчиках Конечно Да О юношах И Одно дело Когда у тебя есть В жизни Пример Преемственности Поколений Ну допустим Там да Папа Там дядя И так далее Да А другое дело Если например Только-только Вот ты сам решил То здесь еще сложнее Ну для этого Существует у нас Такое направление Нашей деятельности Служебной Как военно-патриотическая Работа Понятно Что мы не можем Каждый день Ходить только по школам И у нас есть Определенные Соглашения Отдельными Общеобразовательными Образовательными Учреждениями В том числе Среднепрофессиональное Образование Куда мы Ну хотя бы там Минимум раз в месяц Лично я вот Хожу Появляюсь Мои сотрудники Там Другие Военнослужащие Или сотрудники Спецподразделений И эту работу Проводят То есть Ребятам рассказывают И о нашей службе И то есть Чтобы у них Возникало представление Как правило Мы Ну Стараемся Рассказать правду И объяснять Что это действительно Серьезное Дело И ответственное И просто так Попробовать Это не получится То есть Это в том числе И наша работа И мы этим Помогаем Родителям И самим Ребятам Утвердиться В выборе Или Начать думать Хотя бы Об этом Да Целенаправленно Работа Это постоянная работа И Задача Тех Кто все таки Начинает уже Задумываться Поддержать его И разъяснить Понятно Что Тоже Объясняю Что Сразу Никто тебе Ни полковника Ни должность Не даст Это надо все Прочувствовать Пройти Заработать Потому что Это ответственность Это Это подчиненные Это люди Это оружие Это Соблюдение Требования безопасности Это Выполнение Задач В экстремальных условиях Потому что Мы люди военные Вот и горячие точки Все это Все надо понимать Объясняем Что это может Окладывать И на лично Бытовые отношения Не все Скажем Особенно Может быть Современная Степень Молодежь Девушки Готовые Вместе Со своими Супругами Военнослужащим Терпеть Тяготы Лечения Поэтому Да Это все Надо это все Объяснять Сразу Для понимания Это такая Постоянная Психологовоспитательная Работа Объяснительная Разъяснительная Чтобы Подготовить Молодого человека И Чтобы А кстати К вопросу Могут Могут И отчислить Если не потянул Могут Могут И отчислить Из-за поведения Из-за нарушения Воинской дисциплины Вот Либо А вопросы дисциплины Это вопрос номер один Мне кажется В принципе Если мы говорим А вот военнослужащий Который Срочную службу Служит Он может поступить В военный институт Росгвардии Да Я же сказал Что у них Тоже Это допускают До первого марта У них до первого марта Но это С военнослужащий По призыву Это уже Непосредственно В этих частях Работают Командиры Поэтому У нас У нас такой категории Здесь нету Да И обучение В институтах Засчитывается За службу По призыву За военную службу За военную службу Прошу прощения Но Тут есть тоже Свои корректировки И законодательно Это все Уже тоже Закреплено В том плане Что так просто Потом решить Прекратить Службу В Росгвардии И не получится Да Тем более В современных условиях Когда у нас Да На дворе Очень Да Проходит специальная Военная операция И определенные Ограничения Сейчас у нас Введены Ну что ж Спасибо за эту Подробную информацию У ребят Есть еще время Определиться Кто-то уже Определился Может быть кому-то Поможет наш эфир В том числе Сделать выбор В эту пользу Спасибо И мы услышимся В следующих эфирах Программы Точка зрения Благодарю Да Спасибо У кого будут вопросы Адреса наших Воинских частей И управления Неизвестны Поэтому Пускай звонит Будем объяснять Работать Время поджимает Уже Скажем так Надо уже Готовиться Хорошо Спасибо Спасибо И услышимся В следующих эфирах Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому